В Хировском ДК прошли первые в этом политическом сезоне дебаты зарегистрированных участников предварительного голосования по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Выразить свою позицию приехали пять претендентов от партии «Единая Россия». За ходом дебатов все желающие могли наблюдать на специальном сайте или в социальной сети «Одноклассники». В зале за дискуссией наблюдал Антон Рассказов. Модератором встречи выступила ведущая областного телевидения Елена Белкина. В приветственном слове она процитировала злого президента о роли предварительного голосования. В своем недавнем выступлении президент России Владимир Владимирович Путин сделал особый акцент на том, что механизм предварительного голосования перед выборами в Госдуму позволит выявить реальные проблемы россиян и определить тех кандидатов, кто будет способен их решать наиболее эффективно. Тема этих дебатов – качество повседневной жизни, жилищно-коммунальные услуги, жилье, комфортная городская среда. Выразить свою позицию под данному вопросу приехали пятеро зарегистрированных кандидатов. Наталья Водищева – депутат Мурманской областной думы. Юлия Величко – заведующая отделом организационной работы и информации Мурманского областного совета профессиональных союзов. Алексей Веллер – глава города Мурманск, Алексей Игумнов – председатель объединенной профсоюзной организации АО «Апатит» и Андрей Чернев – заместитель председателя Мурманской областной думы. После небольшого приветствия и представления своей позиции по заявленной теме, кандидаты отвечали на вопросы групп поддержки оппонентов. И отвечать им пришлось на самые жизненные вопросы. После вопросов участники дебатов поделились своими впечатлениями и призвали граждан поучаствовать в праймерис. Дебаты еще продолжатся, а предварительное партийное голосование состоится 22 мая на всей территории Мурманской области.